а потом Женя иди ты рассказывай я зашел в эту комнату показать вам что неделя которую мы потратили мы потратили с умом за это время мы сделали вот эту комнату почему я вам это не показывал да все просто потому что это все вы видели когда мы делали весь этаж но скажу сразу скоро я спускаюсь в подвал и там будет интересно и там как раз я планирую вам показывать удачные варианты штукатурки суть-то не в этом я то вам хотел показать главное мы сегодня с вами доделаем тот шезлонг за который я брался зимой напомню зимой мы взяли 57 трубу согнули ее в дугу и взяли две сороковых и тоже их согнули и у нас получился замечательный шезлонг я сейчас вам пока рассказываю небольшие видосики того как это было промелькивают на вашем экране в преддверии замечательного лета теплого приятного хорошего уже все он зеленеет мы доделаем шезлонг посмотрим как он будет выглядеть в финале я вас уверяю вам понравится оставайтесь на канале в первой части мы занимались вами тем что изготавливали сам каркас шезлонга это было интересное видео я вам очень советую его посмотреть ссылку я прикреплю справа вверху экрана сегодня же мы нарядим наш каркас и завершим данный проект для покраски я взял грунт эмаль по ржавчине 3 в 1 серого цвета очень удобный вариант я часто его использую слой ложится очень густо но я решил что буду прокрашивать два раза чтоб на века я придумал название своему шезлонгу скорпиончик но с удовольствием рассмотрю ваши варианты в комментариях хотя опыта использования у меня еще нет но думаю что на улице хранить его будет не совсем удачно так как при малейшем ветре его начинает очень хорошо раскачивать либо придется привязывать его веревками в общем мы еще пока думаем где он нас будет стоять дальнейшем семья требует от меня еще три штуки таких пришло время изготавливать наши наряжалки для шезлонга здесь интересную сложную работу берет на себя евгения так как она со швейной машинкой на ты но я чем могу помогаю в принципе все стандартно переносим выкройку на ткань размечаем вырезаем начинаем все это сшивать если по этому этапу работы у вас возникли какие-то вопросы смело пишите евгения тоже читает комментарии к видео я не знаю наверное художественное образование но я в голове своей уже понимаю как это все будет здорово выглядеть в итоге я уверен что всем интересно смет сколько же мы потратим на него финале не буду вас долго томить скажу так на каркас ушло 2000 рублей поролон вышел в 700 рублей ткани вышла в 1000 еще 300 рублей ушло на краску и в итоге получилось ровно 4000 рублей против 15000 магазинных согласитесь неплохая экономия пойдете за трубами евгения мне вы нужны чтобы поднять трубы наверх пойдем 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 как-то недавно когда я делал спа капсулу меня очень сильно поругали за то что же не несла самую тяжелую часть в этот раз я старался брать потяжелее вес со своей стороны но вот когда несли качелю по моему я опять перепутал стороны можете меня поругать друзьям вот эту конструкцию вы все видели в принципе когда мы собирали и как я украсил теперь мы сейчас такую интересную штуку сделаем мы натянем же не диты рассказывай мы натянем баннер и все это прошнуруем хорошенько мне кажется в компаниях которые изготавливают такие шезлонги должна быть должность прошнуровщик а потому что мы потратили на это около часа это реально очень долгий процесс и 10 метров и веревки осталось ну что евгения первый тест у меня удерживает продолжим тюнинг помимо 50 метров веревки за минусом там пару-тройки метров у нас ушло 5 метров ткани как мы покупали плащевку ну потому что в наличии плащевка красная была а вот оксфорда не было но я советую брать оксфорд он более плотнее плюсом ушел один лист поролона по моему он два на полтора метра мы взяли 4 сантиметра толщиной еще друзья вот такую штуку придется сварить не очень красивая получилось но украшательство самая приятная часть сборки нашего шезлонга вообще на самом деле мне очень хотелось вот это все снять на улице чтобы прямо узнаете на верандочке вот здесь на балконе в солнечную погоду я бы вам все это показал но друзья говорят снег еще будет зима вообще здорово а ребят в комментариях если не сложно напишите сколько бы вы денег вот за эту штуку отдали реально ну что если покупать но не сейчас пишите а вот когда вот эту изюминку мы поставим которую сейчас увидите вот после не а 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 в а а а мы сон сделали больше чем у меня есть в реального но Ну так это и хорошо, ну в плане, что и пусть он будет больше. Потому что там он смотрится как будто декоративный, а здесь он реально рабочий, от солнышка. Тебе не кажется, что он похож на дельтаплан какой-то? Или, знаешь, или второй вариант, такой китайский стиль какой-то получился? Не знаю, он и круглый. Не, мне нравится, конечно. Слушай, я вот выше села и уже клевая подушечка. На самом деле, такой шеслонг может сделать каждый из вас своими руками. Поэтому, если вам понравилось видео, посоветуйте его своим друзьям. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи в новом видео. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok